Сказки светлого леса Ирина Цхай. Что это представляет из себя? Как это будет выглядеть? Ну, подразумевается интерактив, подразумевается, что будет взаимодействие со зрителем в зале. И это одна из особенностей вообще всех спектаклей, которые идут в цикле Государственной филармонии Алтайского края. Да, это же про филармонию. С пережитью я хочу подчеркнуть, что это не моя собственная какая-то постановка. Это уже третий спектакль в цикле. Третий, да? Спектакль из цикла «Музыкальные сказки для взрослых и для детей и взрослых» с песочной анимацией. Первая сказка – это была «Русалочка». Вторая – это «Волшебная лампа», по «Волшебной лампе Аладдина» была сказка «Аладдин». И вот третий спектакль – это мой. Ты в хорошей компании какой-то. Да потрясающе. В компании классика. Программа очень насыщенная. Прежде всего, минуточку, я хочу сказать, что музыкальная часть – это инструментальная капелла Государственной филармонии Алтайского края «Камеранс». А песочная анимация – это делает мастер песочной анимации Ирины Казанцевой. Известный мастер. Она просто очень скромная и нигде не рассказывает. На самом деле, допустим, была недавно неделя русского искусства в Португалии, она заняла третье место. На Кипре – первое место. Еще на Украине был недавно конкурс. Она там тоже заняла призовое место. Замечательно, что ты собрала такую команду. Здесь у тебя будет и артистка драматического театра Галина Зорина. Я так понимаю, что это будет такой музыкально-литературный вечер. То есть, Велима, Галина Зорина будет читать. Ну вот расскажи немножко, как это будет выглядеть. Я хочу сказать, что в отличие от тех предыдущих вечеров, которые как-то были связаны именно со мной, как с текстом, с моими сказками, как в текстом варианте, Галина Зорина не только читает сказки, но эти сказки она по ходу спектакля рассказывает как персонаж драматический. Да, то есть она играет тетушку, конечно. Тетушку, мало того, в спектакле принимают участие трое юных актеров в возрасте. Это спектакль, то есть это не читка, это не художественное чтение ни в коем случае. Это именно спектакль. Трое юных актеров, учащиеся в детских музыкальных школах искусств, первый и второй, а в общебранительной школе они учатся где-то с первого по третий класс. И это очень интересно. Это будет зрелищно. Конечно. Это не просто там актер читает, это полноценный спектакль, музыка, еще такие, скажем, у тебя участники Ирина Казанцева и Камеранцева, прочее, прочее. А скажи, какие сказки вошли? Вот ты пришла не с пустыми руками к нам, а пока буду показывать и рассказывать. Какие сказки вошли в спектакль? Четыре сказки из этой книги вошли. Книга «Поющая радуга» была издана как победитель краевого губернаторского конкурса самого первого сезона. Я прям даже горжусь этим. Это было в 2009 году. И вот ее издали. Затем переиздали мы уже там за собственный счет. Ну, понятно. Да, недавно вышла как победитель этого же конкурса другая моя книга, вот в 2015 году. Наш губернаторский конкурс – это тема отдельная. Я очень рада, что такое традиция продолжается у нас. Ирина, а ты сама выбирала сказки для спектакля? Как вообще шла работа? Я хочу сказать, что работа шла… Репетиции были? Репетиции были? Уже репетиции идут. Нет, до репетиции был сценарий. Потому что, казалось, я сначала думала настолько просто написать инсценировку по собственным сказкам. Нет, во-первых, уже раньше мне как-то предлагали, и мне не получилось. Вот это со второй попытки получилась инсценировка. Мы долго думали сначала на первом этапе с Ириной Казанцевой. Потому что инициатива исходила вот как бы какая-то такая от нее. И сказки выбирали вместе. Остановились на четырех сказках. Какие именно я говорить не буду? Да, ну нужно же интригу сохранить. Конечно. И все было очень непросто. Потому что нужны были логичные связки. Мы ввели новых персонажей совершенно, которых в сказках просто, ну, получается, нет. Потом искали форму. Разные формы подбирали. И в общей сложности мы давно начали работать уже. Задумка-то это, ну, давно была. Скажем так, я даже не знаю, ну, не менее чем полгода назад, по-моему, больше-больше. Ну, понятно. А вот Ирина Казанцева, это, я так понимаю, у вас фоном будет идти, да, вот ее анимация? Вы знаете, нет, я бы сказала, что она не фоном, это часть действия. То есть на сцене происходит драматическое действие. Кроме того, на сцене Галина Зорина читает сказки, когда это устраивается, вот, по ходу спектакля. А Ирина Казанцева, она в качестве феи все время присутствует, да, начинается с ее выхода спектакль, она предстает феей, вот, и она работает за своим песочным столом, вот, и все, что она делает, проецируется на большой экран, и там идет именно анимация, именно идет рассказ, то есть иллюстрации сказок, они идут на стене, анимированные. А костюмы вы сами, не знаю, разрабатывали или где-то брали, да, в драм-театре, может быть, или в филармонии в самой? Там особых костюмов нет, да, особых костюмов нет. В своем, скажем так, да? Скажем так, да, почти, но нет, есть нюансы, я не буду о них рассказывать, есть детали, но вообще, что касается костюмов, обошлись минимальными средствами, вот, ну, допустим, шикарное платье у Ирины, это ее, ее момент, конечно, если она фея, это другой момент, вы знаете, этих тонкостей я, к сожалению, не знаю, думаю, и Галина Зорина будет ослепительна, вот, великолепные дети, вот, ну, актеры, вернее, почему дети? Да, да, юные актеры, да, я их уже видела на сцене, я же смотрела, вот, была на сказке «Волшебные лампы», ой, на сказке «Аладдин», вот, и я хочу сказать, что и «Русалочка», и «Аладдин» собирают полные залы, вот, а на нашу, вот, премьеру, где-то неделю назад открылась продажа билетов, вот, если посмотреть, там уже, ну, я не знаю, может, билет в 30, наверное, осталось. Здорово, здорово, ну, тогда надо приглашать, чтобы, во-первых, напомним, да, 4 декабря в 11 часов в Крайовой филармонии, да, будет состояться, да, вот, и что билеты еще есть пока, но не так много осталось. А, Ирина, смотри, ты, получается, всю жизнь пишешь сказки, замечательные сказки, я помню время, когда книжки не особенно издавались, даже вот, книги сказок, хотя, казалось бы, но это самое выгодное и прибыльное, да, а сейчас такое ощущение, что ситуация изменилась, вот, много достаточно книг, и у нас в Край издается, и в стране… Детская литература, я имею в виду, да, именно детскую литературу, сказок, я же говорю, да. Конечно, да. И ты часто ездишь, я знаю, в Новосибирск, Красноярск, как вообще аудитория реагирует, ну, есть ли читатели, ну, и покупатели этой литературы? Вы знаете, да, есть, просто беда современной детской литературы заключается в чем? Самые консервативные покупатели детских, это покупатели детских книг, особенно для младшего возраста, потому что родители покупают то, что им покупали в детстве, читали в детстве, а бабушки, они и дедушки еще консервативнее. Есть такая проблема, действительно. Да, именно поэтому, поэтому молодым авторам сложно продвинуться. И даже есть известные, допустим, вот известные очень авторы, которых даже пишут, допустим, есть два детских писателя, Михаил Жволевский и Евгения Пастернак, про них вышла статья, детские писатели прославили маленькую страну, а вот вы слышали о них? Нет, совершенно нет. Вот видите как? А между тем, это авторы высочайшего уровня. Вот такая есть история. Ну, мне повезло в плане губернаторского конкурса. С этими книгами я уже могу где-то выступать. Я выступала в Красноярске, кстати, в Государственной филармонии. Да, там у них есть такая форма работы с детьми, книжки, театр. Молодцы, молодцы. Да, я выступала там, отзывы очень хорошие, вот сейчас в детский садик приглашают выступить. А вот мультфильмы по твоим сказкам, ну, это когда, в каком году это было, я знаю, что они тоже достаточно популярные. Ой, помогла. И не каждый автор может похвастаться этим, что по его сказкам сделали мультфильмы. Да, я считаю, мне повезло. Я приняла участие в ежегодном, кстати, конкурсе. Этот конкурс называется «Новые сказки». Его организовывает литературный портал и издательство «Союз писателей». Молодцы, молодцы. Вот «Союз писателей», а они сибиряки, кстати. У них же есть и студия, она громко называется «Союз мультфильм». Молодцы, тоже название взяли, молодцы. И они сделали замечательный мультфильм по моей сказке «История знаменитого мышонка». Я очень рада, передана суть вот этой сказки, и я, конечно, это мультфильм везде показываю. Это был гран-при этого конкурса, то есть приз победителю создания мультфильма по его короткому произведению. Об этом была отдельная статья в журнале «Барнаул литературный», кстати. Ну, и можно посмотреть в интернете на ютубе. То есть на ютубе «История знаменитого мышонка» на ютубе, ну, и можно «Ирина Цхай», иначе там Никки Маус еще выходит. А второй – это работа Ирины Казанцевой «Японская ваза». Это, помните, цикл «Японская ваза»? Конечно. Поэтическим миниатюром твоим, да, ты же еще и замечательный у нас парик. Ирина, большое спасибо за беседу, программа подходит к концу. Еще раз напоминаем, 4 декабря в 11 часов в Крайовой филармонии очень интересный, увлекательный спектакль для детей и взрослых «Ирина Цхай» сказки «Светлого леса». В 12 часов, и все эти книги там будут, да, да, пожалуйста, да. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. Я напоминаю, что у нас в гостях была известная барнаульская писательница Ирина Цхай. Мы говорили о ее спектакле «Сказки светлого леса». Спасибо за внимание, до встречи.